Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Банкиры просят увеличить лимиты по льготной ипотеке. На днях Сбербанк обратился в Минфин за увеличением лимита по ипотеке с господдержкой до 200 миллиардов рублей. Сейчас лимит Сбербанка 143,5 миллиарда рублей. С таким же обращением выступил банк Санкт-Петербург. Он практически исчерпал лимит в 7,5 миллиардов рублей. ВТБ-24 будет подавать соответствующую заявку в июле. Совкомбанк из программы вообще выходит. В Центробанке ожидают восстановление ипотечного кредитования в России в ближайшие месяцы. Ага, сейчас все бросятся. В Центробанке почему-то никогда не учитывают реальные доходы населения. За 2014 год среднемесячная зарплата врачей увеличилась на 9,4%. Разница в соотношениях средней зарплаты врачей и медперсонала к средней зарплате в субъектах России уменьшилась до 1,6 раза. В целом заработные платы медицинских работников растут. За 2014 год среднемесячная зарплата врачей и работников медицинских организаций, имеющих иное высшее образование, увеличилась на 9,4% и достигла 46 200 рублей. Зарплата среднего медицинского персонала выросла на 9,2% до 26 300 рублей, заявляет Минздрав. Один вопрос, а врачи об этом знают? Марокко борется за российских туристов. В 2014 году здесь побывали 36 тысяч наших соотечественников, что на 22% меньше по сравнению с 2013 годом. В Марокко считают, что рекламная практика туризма в России остается на нуле, и это вина марокканского же Минтуризма. Туроператоры хотят начать с изменения отношения российских туристов к стране, которая, по мнению абсолютного большинства, пока что не способна предоставить качественный туризм. Но я тут маленькое исследование провел. Так вот, в низком спросе со стороны россиян виноваты цены. Почти 150 тысяч на двоих в три звезды на пять ночей. Российский фондовый рынок открылся нейтрально. Индекс ММВБ в небольшом минусе на отметке 1665 пунктов. Среди лидеров роста – МВидео, Эон Россия, НЛ Россия, ТМК, Ростелеком и Дикси. Аутсайдеры – Транснефть, ГМК, Норильский Никель, группа Пик, Башнефть и Роснефть. К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный внешний фон. Американские и европейские индексы показали во вторник положительную динамику. Фондовые индексы Азии изменяются разнонаправленно в ожидании решения ФРС США. Курс доллара на 17 июня – 54,04 рубля. Курс евро – 61,10 рубля. Золото стоит 2053 рубля за грамм. Серебро стоит 27,85 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 63,78 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.